Здравствуйте, дорогие труженики села! Вы смотрите обзор главных аграрных новостей за неделю. Сегодня мы расскажем про пошлины на удобрения, бунтующую Европу, изъятие сельскохозяйственных земель и новые меры поддержки от государства. А начнем, как обычно, с цен на зерно. Все с нетерпением ждали 15 сентября. На этот день были назначены переговоры Владимира Путина и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Но главный вопрос, будет ли продлена зерновая сделка, остался открытым. Эрдоган ответил журналистам, как настоящий дипломат, что намерен с осторожностью продолжать обсуждение поставок через зерновой коридор в Черном море. По словам турецкого президента, он вместе с Путиным высказался за то, чтобы зерновой коридор приносил благо и слаборазвитым странам. Напомним, что одна из претензий Владимира Путина, президента России, заключалась как раз в том, что значительная часть поставок сельхозпродукции с черноморских портов Украины идет в Европу, а не беднейшим странам Африки. Европа, если верить новостям, которые доносятся из-за рубежа, тоже не в восторге от сложившейся ситуации. С началом специальной военной операции черноморские порты Украины, через которые вывозилась большая часть сельхозпродукции, были заблокированы. Чтобы помочь украинскому экспорту, Евросоюз отменил тарифы и квоты, которые ранее действовали, и разрешил вывоз продукции из Украины через территорию ЕС. Однако это обернулось неприятностями для местных фермеров. Издание The Wall Street Journal сообщает, что дешевое украинское зерно осело в странах Евросоюза и поставило в невыгодное положение фермеров Польши, Болгарии, Румынии. По данным аналитической компании Argus, украинское зерно, пшеница и кукуруза, стоит на 50-55 долларов дешевле, чем европейское. Фьючерсы на французскую пшеницу продолжают колебаться в районе 334 евро за тонну и пока не ясно, какой из факторов окажет большее влияние на мировой рынок. С одной стороны, есть причины для роста цен. Это неблагоприятные для сева условия в США и самая сильная за 30 лет засуха в Аргентине. Но в то же время рекордный урожай в России, зерновой коридор для Украины и страх глобальной рецессии в 2023 году. Российский рынок на этом фоне выглядит куда более предсказуемым. Есть пошлины, выше которых мы не прыгнем, есть не слишком активный экспорт, который все-таки поддерживает цены и есть кое-какие мощности по хранению зерна, особенно здесь на юге. Это позволяет не сдавать пшеницу за бесценно, как, например, приходилось делать аграриям Поволжья. Кстати, в Поволжье, если верить данным РусАгротранса, цены слегка оттолкнулись одна. Четвертый класс подорожал на 200 рублей и на элеваторах стоит в районе 10 711 тысяч рублей. Четверка на юге подорожала примерно на 750 рублей, а в центре напротив произошло падение, так сказать, до уровня Поволжья. Хуже всех аграриям Сибири, там за неделю пшеница подешевела более чем на 1500 рублей. Это был ожидаемый обвал, идет уборка, и мы надеемся, что цены просто приболели и скоро поправятся. Экспортная цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% и поставкой в октябре подросла на 4 доллара за тонну до 314-316 долларов за тонну ФОП. В РусАгротрансе прогнозируют, что в сентябре вывоз пшеницы все еще будет отставать. 4 миллиона против 4 миллионов 700 тысяч тонн в прошлом году. Но с октября экспорт активизируется. И мы, конечно, этого с нетерпением ждем, потому что рекордный урожай, а к 15 сентября было собрано уже 96,5 миллиона тонн пшеницы, накладывается на рекордно высокие переходящие запасы. Согласно свежим данным Росстата, в сельхозпредприятиях не учитываются малые формы. К 1 сентября хранился 31 миллион 800 тысяч тонн пшеницы. На юге запасы пшеницы оказались на четверть выше, чем в 2021 году. В Поволжье в 1,6 раза, в центре в 1,4 раза. В абсолютном выражении запасы являются самыми высокими за историю наблюдений с 2011 года, сообщает Росстат. Правительство России обсуждает идею ввести пошлины на экспорт минеральных удобрений, выяснил коммерсант. Осведомленные источники сообщили изданию, что пошлина на удобрения – вопрос практически решенный. Осталось только определиться с ее ставкой. По данным коммерсанта, экспортную пошлину могут ввести сроком на полгода, чтобы избежать необходимого для большего срока согласования этого вопроса со странами Евразийского экономического союза. Глава Минпромторга Денис Монтуров подтвердил журналистам, что такая дискуссия в правительстве была, но окончательное решение еще не принято. О том, что пошлины вводить нужно, еще в прошлом году, в июле, говорила вице-премьер Виктория Абрамченко. С весны 2021 года Минсельхоз высказывал правительству свою обеспокоенность ростом цен на удобрения. Но все, чего удалось добиться – заключить соглашение о фиксации цен, написать график поставок удобрений в регионы и ввести квоты, которые продолжают свое действие до 31 декабря текущего года. На прошлой неделе целый список предложений отправил президенту и правительству РФ Российский зерновой союз. Объединение напомнило, что в этом году будет собран рекордный урожай зерна по прогнозам от 137 до 145 миллионов тонн, из которых примерно 92-96 миллионов тонн составит пшеница в весе после доработки. Продовольственная безопасность страны таким образом будет полностью обеспечена, а вот экономическая безопасность сельхозпроизводителей остается под вопросом. Зерновой союз указал, что на фоне рекордного урожая и слабого экспорта в России с начала сезона наблюдалось практически безостановочное падение цен, и сейчас цены приблизились к себестоимости зерна. Авторы письма предупреждают, что часть сельхозпроизводителей потеряет финансовую устойчивость, будет испытывать трудности с возвратом кредитов. Российский зерновой союз предлагает отменить пошлины на зерно и ввести вместо них экспортные квоты. В адрес вице-премьера Виктории Абрамченко зерновой союз также направил предложение кредитовать аграриев под залог зерна и масличных семян по ставке не более 2%. Эту же идею, напомним, пропагандировали власти Краснодарского края. Кроме того, зерновой союз призвал отказаться от действующих экспортных ограничений в отношении подсолнечного масла и семян масличных культур. В союзе считают, что рекордный урожай приведет к коллапсу на рынке. Чтобы его избежать, необходимо дать производителям подсолнечника рапса и льна возможность экспортировать масло семена. Российский зерновой союз предлагает установить экспортную квоту в размере 6 миллионов тонн. Таким образом, на внутреннем рынке для переработки останется свыше 20 миллионов тонн масличных. Чтобы маслопереработчики имели возможность без проблем закупать сырье, им, по мнению союза, необходимо выдать льготные кредиты по ставке до 2% годовых, как раз на закупку сырья. Причем источником финансирования должны стать средства, ранее собранные от сбора экспортных пошлин. Кабмин и депутаты плотно взялись за вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель. На рассмотрении законодателей две новеллы. Одна касается невостребованных долей, вторая – участков, которые не использовались или использовались не по назначению. Начнем с участков. Согласно законопроекту, который внесен в Госдуму, схема работы будет выглядеть так. Если органы исполнительной власти, уполномоченный проводить государственный земельный контроль, находят нарушения на земельном участке, он обращается в Росреестр с требованием запретить любые сделки с участком, касающиеся перехода права собственности, до тех пор, пока нарушение не будет устранено. То есть, например, пошла за кустарником. Собственник земли сдать ее в аренду кому-то, кто приведет в порядок участок, может, а вот продать уже нет. Зачем это нужно? По данным Росельхознадзора, в 2020-2021 годах было выявлено более 11 тысяч земельных участков, которые не использовались по целевому назначению или использовались с нарушением требований земельного законодательства. При этом 1893 участка не были изъяты, так как вовремя сменили правообладателя. Указанная мера позволит прервать цепочку фиктивной смены собственника на земельный участок, поясняют в Росельхознадзоре. Второе новшество. Если земельный участок использовался с нарушением требований и установлено, что плодородие почвы снизилось, либо окружающей среде был причинен вред, то этот участок может быть изъят. Контролирующий орган выдаст собственнику предписание на устранение нарушений. И если собственник не успеет в оговоренный срок все исправить, его ждет сначала административное наказание за то, что не устранил нарушение, а затем судебное дело об изъятии участка. Теперь о невостребованных долях в праве общей собственности на земле сельхозназначения. Эти доли должны фактически прекратить свое существование после 1 января 2025 года. Если у человека на руках есть свидетельство на право собственности на участок, участок поставлен на кадастровый учет, сведения о собственнике имеются в ЕГРН, то все в порядке, можно не бояться. А вот если у человека из всех документов остался только желтый листик из колхоза, где говорится, что за труды ему в 92 году условно дали некий пай в каком-то земельном массиве, то здесь придется либо экстренно выделять пай в натуре и регистрировать право собственности, либо смириться, что земли уже нет и не будет. По словам Михаила Мишустина, на невостребованные земельные доли приходятся десятки тысяч гектаров земли. Виктория Абрамченко в 2020 году говорила о 17 миллионах гектаров. С 1 января 2025 года эта земля должна перейти, согласно законопроекту, в муниципальную собственность как бесхозяйное имущество. И последняя новость на сегодня. Правительство расширяет комплекс мер поддержки аграриев. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановления, которые позволяют личным подсобным хозяйством получать льготные кредиты по ставке от 1 до 5% годовых. Можно взять и краткосрочный заем и инвестиционный кредит сроком до 12 лет. Вторая мера поддержки предназначена для тепличных комплексов. Они могут пролонгировать свои инвестиционные кредиты с 12 до 15 лет, если эти кредиты были взяты на строительство тепличного комплекса. С 2023 года государство будет компенсировать 20% затрат на строительство или модернизацию цехов по производству кормов для ценных видов лосося и оседров, а также оплачивать половину расходов на создание или обновление селекционно-семеноводческих комплексов. Эта мера призвана повысить долю семян российского производства на внутреннем рынке. И пока это все, на что может рассчитывать наш агропромышленный комплекс. С нетерпением ждем, когда правительство обратит свое внимание и на полеводов, отменив пошлины и установив квоты, как просил о том Российский зерновой союз. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Спасибо, что подписались. Ставите лайки, отправляйте донаты. Ждем вас в телеграме и на нашем сайте agrobook.ru. До следующей недели! Субтитры создавал DimaTorzok